Сааран Баэль Жейнбеков объяснил своё решение уйти в отставку с поста президента Киргизии желанием избежать кровопролития в стране. «Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший собственных граждан». В своём обращении Жейнбеков призвал оппозицию увести своих сторонников с улиц и вернуться к мирной жизни. Массовые протесты вспыхнули в Киргизии 4 октября после парламентских выборов, победу в которых одержали лишь четыре партии, две из них провластные. Тысячи киргизов вышли на улицы, обвинив власти в фальсификации результатов голосования. Они потребовали отставки президента и проведения новых выборов. В результате столкновения протестующих силовиками погиб как минимум один человек, и более тысячи были ранены. Уже 6 октября протестующие захватили здание парламента. В тот же день ЦИК признал выборы недействительными, а премьер-министр страны подал в отставку. 9 октября президент Жейнбеков подписал указ об отставке правительства. Он заявил, что и сам готов уйти со своего поста при условии формирования нового кабинета. В тот же день Жейнбеков вёл в стране чрезвычайное положение. «Мирную жизнь наших граждан нельзя приносить в жертву политическим страстям. Поэтому в столице страны Бишкеки объявлено чрезвычайное положение. В рамках своих конституционных полномочий сделаю всё, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны». После массовых протестов было сформировано новое правительство, в состав которого вошли в том числе лидеры партий, участвовавших в протестах. А 14 октября парламент Киргизии избрал новым премьер-министром Садыра Жапарова, освобождённого из заключения протестующими 6 октября, наряду с другими политиками, в том числе бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым. Сразу после избрания новый премьер-министр стал добиваться отставки президента Жейнбекова. Субтитры создавал DimaTorzok